Привет! С вами Торо, вы на канале Ниссанрайз, и пришло время добивать сейдквесты в геншине, которых накопилось, я думал, 15. Я честно, ребят, думал, что их 15, их 21 штука. 21 сейдквест, но вычеркиваем 2 сакуры, получаем 19. Хорошо, 19 сейдквестов. И сегодня я что-то сложное вообще никак не смогу пройти, если какие-то загадки, головоломки. Короче, плюс 30, вентилятора нет, окно я открыть не могу. И в итоге я сижу и тупо плавлюсь. Мозг не работает вообще. Поэтому просто почилим на каких-нибудь лайтовеньких квестах. В квестах, я думаю, таких насобиралось довольно много. У меня там даже уже есть парочка на примете. Но для начала дейлики. Куда ж без них-то? И плюс еще горячий кофе. Я вот, кстати, прямо сейчас его и пью. Но, но, это нужная жертва. Без нее вообще никак никуда. Кот, а я говорил, а я говорил, а я же говорил. Про первую, в первых секунд, да. Оно такое. Абоник. Кстати, шутки шутками, а стримы по ханкаю, они офигеть как выматывают. Потом просто два часа нужно, чтобы морально как-то в норму прийти после стрима. Если после геншина я довольно быстро отхожу, ну, учитывая там сколько диалогов, все такое. Но, блин, с ханкаем это так не работает. Прям вообще не работает. После ханкая нужно очень долго отходить. Полотенце. Так, понимаешь, в чем дело. Через пять минут это полотенце, которое будет макнуто в холодную воду. Оно буквально через пять минут станет полотенцем с горячей водой. Потому что тут температура за 30, а сколько у меня в комнате, мне даже подумать страшно. Ну, что поделать. А это ведь еще только первые дни лета. Ну как, десятый день лета? Или одиннадцатый? Короче, не суть. Вот где-то начало лета. Что будет дальше, я вообще думать не хочу. Тазик с ледяной водой положи рядом. Ну, это же будет этот. Оно нагреется и будет работать как увлажнитель воздуха. Ну, хотя... Возможно, тоже вариант. А как у вас с этим делом дела-то? Да, Нэри, привет-привет. Я же не один такой, да, который сидит и варится. Ну, правда же? Не один же. Кстати, я относительно недавно узнал, что когда дают вот этот дейлик, там бумажечка в инвентаре. И да, и можно почитать варианты ответов, чтобы не зафейлиться. А я до этого, по большей части, просто убивал кучу филичурлов. И мне было нормально, я особо не сожалел. Соня, спасибо за фоллоу. Привет, ребят, тем, кто к нам только-только присоединился. Так, поехали дальше. А, ну и с последнего стрима, само собой. Я же это. Я почти закончил синтю. Ну, как почти закончил. Хотя бы 90-й я ему доаппал. Теперь все, синтю у нас как положено. Он у нас 90-го уровня. Правда, вот по талантам пока все не совсем так, как я хотел бы. У нас они 11-е. Но ничего, ничего. Тут еще пара дней, и я думаю, все будет хорошо. Короновать синтю я, конечно же, не буду. Но, в целом, до 9-го уровня Ешку и ульту прокачать, наверное, можно. По крайней мере, после этого Еланька мне однозначно должна будет сказать спасибо. Знаете, ребят, я вот уже чувствую. Запустился стрим, запустился геншин, и системник начал чуточку активнее работать. Вентиляторы начали чуточку активнее выбрасывать из системника горячий воздух. Короче, если кто хочет в баньку, то у меня в комнате сейчас, наверное, самый-самый-самый лучший вариант. Фух. Холодные энергетики. Ну, сердце точно стопорнется. Рано или поздно, такими темпами. Ну, когда кого это останавливало, правда? Не, не конди, не вентилятора. Я как-то привык к этому. Обычно я нормально все это дело переносил. А тут что-то оно плохо переносится. О, да ладно, как знал же. Хотя какой-то вентилятор надо бы намутить, потому что без него к середине лета можно будет ласты склеить. Я бы с большой радостью вообще окно открыл, но мое окно выходит прямо на трассу. А по этой трассе гоняют фуры. И это так весело. Даже с закрытым окном, это все. Нафигеть, как слышно. Весна, идеальное время года. Да, грязь. Не, если сидеть дома, то да. А в принципе, зачем вообще куда-то ходить? Тут согласен, да. Весна, в принципе, очень даже неплохо. Ну, Феликс, я чувствую, я тоже примерно к этой же кондиции еду. Так, а зачем я чуть-чуть не боникнул и тела не пытаюсь, собственно? Я такой важный вопросик назрел. Это я зачем? Так, и что-то у меня микрофон как-то там живет неправильно в своей жизни. Сейчас Делик закроем, и надо было все это дело перелопатить. Возможно, он уже просто плавится. Возможно, ему уже просто стало хорошо от жары. Так, секунду, я микрофон поправлю. Во, готово. Я, кстати, в последнее время как-то уже, видите, оно ж... Люди ко всему привыкают. Так вот, я уже перестал биться головой микрофон. Я уже привык к тому, что он здесь... Подождите, это же оно, да? Да. Я уже привык, что он здесь стоит, и как бы все. Я перестал убивать сам себя микрофоном. Ну, хи-иль. Ну, хи-иль. Господи, у меня настолько кипит мозг, что я забыл, как вообще хилиться-то... Да не то. Я забыл, как пользоваться статуей архонтов. А оно уже похил... Ладно, все, все, забейте, просто забейте. Да ладно, когда на улице плюс 30, это нормально. Это очень даже нормально. Это еще лучший вариант, который мог быть. Я хотя бы геншин смог запустить, это уже неплохо. Как же много нам еще до 21-го числа, до квеста скуки. И по сути-то все, сюжет-то вроде как не предвещается. У нас тут 13-го числа подъедут барабаны. Я чего-то как-то... Я просто помню, как я лиру проходил. Ну, там, само собой, геймпад, все дела. Ну, что-то я настрадался. Я прям помню свою... Бурю эмоций в тот момент. Во-во-во-во, вот у меня на солнце где-то то же самое. Так что да. Я что-то скучаю уже даже по осени, наверное. Почему именно по осени, а не по весне? Потому что весной пауки засыпают, ой, просыпаются, а осенью они уже засыпают. И пауков, собственно, поменьше. А чем меньше пауков, тем лучше для меня. Вот, поэтому осень мне как-то побольше нравится. Сука, я не знаю, как мы живы. Лавок, ну ничего, выпадет-выпадет. Время еще на еланьку есть. Еще вон сколько времени. Аж 12 дней. Тут же главное просто не терять надежду. Я вот тоже не теряю надежду еще одну еланьку себе в копилку заполучить. А потом еще и это одного. Но это чтобы прям вообще хорошо было. Ну, 12 дней это 12 дней. Но нам же еще не стоит забывать, что да, вон опять же барабаны приедут. А это у нас что? Это у нас гема. Я сомневаюсь, что много гемов там будет. Но как ни крути, все-таки гемы. Вот я и хочу с сейт-квестами хотя бы частично как-то разобраться. Потому что за них опять же дают гемы. А гемы это с1 на елань. Ну, либо это с6 кёка. Тут вариантов вообще нет. А, кстати, подождите. У нас же, у нас же, где, где, где? Так, так, так. Нет. Нет. Вообще нет. Ни разу нет. Вот, по-моему, дела загробные. Все хорошо. Вот, по-моему, он недавно появился. А, нет, это, это же я еще не помог. Ай, все. Это восстановление храма бронзового воробья. Вот, на сцене и за кулисами появился квест. Вот, 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 вот. Его я не трогал. Но мы закончили же на прошлом герое с вершины. Помните, мы там на горе встретили чудика с этим, с нефритовым... То ли браслетом, то ли подвеской, то ли с кулоном. С чем-то, короче, нефритовым. Которое оказалось чем-то странным, из-за чего у него кукуха-то и поехала. Во. Пойдем тогда по этому квесту. Посмотрим, что там. Потому что завязка квеста, ну, была довольно странной. А еще странно то, что меня максимально бесит вот-вот эта область разлома. 94%! Я уже все, наверное, обыскал, что можно. Но по-прежнему, как было 94%, так 94% и осталось. Так, здесь 100, 97. Надо вообще с этим делом что-то делать. Валерий, спасибо за фоллоу. Я, наконец-то, Мондштадт, кстати, на 100% закрыл. Вот прям позавчера. Вечером. Я не знаю, что на меня нашло, но я подумал, что что-то не то. У меня у Дварина там 95% было. У Долины Звездопадов 97%, по-моему, процентов было. Да, короче, много чего не закрыто было. Но в целом, что-то по вечерам в последнее время я сижу в Геншине и просто таскаюсь по старым локациям и пытаюсь их как-то закрывать. Но Долина Звездопадов это, наверное, самая такая геморройная локация. Потому что в обычных-то локациях все как. Ну там какую-то загадку реши, сундучок достань, там фейку проведи и все такое. Опа, 100%. А тут и факел зажги, и камень тыкни. Причем камень, который обычный камень. Прям вообще камень. Там ничего вообще не предвещает о том, что это не самый обычный камень. Морковку дерни, кстати, да. Там и морковочку подергать надо, чтобы 100% было. Короче, крайне странная хрень. Локация это вроде бы самая начальная, но для меня она оказалась самой геморройной в плане закрытия на 100%. Короче, ужас. А в смысле лень? А с Ленью бороться надо. Мне тоже лень, но это же гема. Это же сундуки. И вы двое, привет. Чем могу помочь? Фанат, привет. Не желаете немного развлечься и поискать сокровища? Да не, мы пришли про другое поговорить. Ага, про нефритовый кулон. Ты ведь его продал. Ну да, получается он же, он же его друг. Манго, спасибо за фоллоу. Получается он. Мм, это нефритовый кулон. Я и правда продаю украшения. Позвольте мне его внимательно рассмотреть. Подождите. Текстура, гладкость, прозрачность. А разве это не тот самый кулон, который я продал Дан Учоу? Он еще и помнит его в лицо. Угу. Да. Я с самого начала знал, что он отличается от других товаров. И здесь еще одна опечатка ловить от... Не, ну многовато. Многовато чего-то опечаток, учитывая, что само обновление задержалось на три недели, опечаток в тексте чего-то многовато. Елайн трапом сделали трижды, только, по-моему, на прошлом стриме. Я надеялся получить за него целое состояние, но Дан Учоу обратил на него внимание и убедил меня продать кулон по дешевке. Значит, это единственный кулон из такого материала. Так, что там Феликс закончил? Задание с жемчужинами бездны в начале... Каких жемчужин? Я держу в курсе, что я даже не понимаю, о каких жемчужинах идет речь, поэтому я не удивлюсь, если у меня вообще их нету. Вот. Этот квест из прошлой обновы... Вот этот? А, ну да. Ну, в смысле, он из разлома, так что, впрочем, не суть. А, ну да, в плане, зря я на квест быканул за опечаток, потому что это опечатки из 2.6, а не из 2.7, хорошо. Относим их к прошлой обнове. Хотел бы я, чтобы у меня появился второй такой же. Хорошо, что он был только один. Этот материал наполнен элементальной энергией. Если человек без глаза бога контактирует с ним, то его личность меняется. И он начинает нести всякую чушь. Да, про ученика там школы и все такое. Танучоу теперь считает себя героем школы Гуфуа и ведет себя как сумасшедший. Чего? Как такое возможно? Разу же вы об этом заговорили? Камень действительно очень похож на легендарный изумрудный нефрит. Ходят слухи, что этот материал причиняет определенные неудобства своим владельцам. О, Феликс, я этот кваст еще даже не брал, так что... Ай! Так что все хорошо. Я сказал в начале стрима, что я перестал биться головой и микрофон. Пожалуйста. Я слышал рассказы стариков о невероятной ценности изумрудного нефрита. Однако, он таит в себе зловещее предзнаменование. Предположить... Продолжительный контакт с ним неминуемо приводит к беде. О, нет. Я обрек непоколебимого Тана на муке. Непокобили... Непоколеби... Почему? Почему мне постоянно хочется непокобилимый, а непоколебимый? Ааа... Ох уж эти проблемки. То жители в Атоцуме, то кот Шрёденгера, то... Когда-то мы с ним были похитителями сокровищ, но после одного прибыльного дельца в разломе наши пути разошлись. Не знаю, куда отправился Танучоу, но я... Меня нашли бывшие коллеги. Угрозами они вынудили меня скупать свои низкопробные украшения и продавать их в Лиоэ. Ааа... Они говорят, что помогают увеличить объём продаж. Но их изделия... Разве они могут сравниться с товарами из зала Шенлу? По качеству материала? Или с изысканными украшениями ювелирного дома Мин... Минси... Минсин. Они просто заставляют меня делать всю грязную работёнку. Мне пришлось так сильно снизить цены, что теперь я работаю в убыток. У меня уже почти закончились собственные сбережения. Но кажется, до этих ребят наконец дошло, что они могут продавать исходные материалы по лучшей цене. В последнее время они меня не беспокоят. А ну да, потому что их арестовал агент Мелелитов под прикрытием. А, вот и славно. Они даже угрожали донести на меня Мелелитам. Ну и ну. И кто теперь оказался за решёткой? Так а ты ж по сути их подельник и сообщник и всё вот это, не? Прости, я ушёл от темы. Мне очень жаль Тана. Но всё, что у меня было ценного, сейчас закопано в землю. Это такой маленький бизнес. Давай поступим так. Ты можешь один раз попробовать выкопать сокровища. Всё, что найдёшь, отдашь Тану Чоу в качестве компенсации. Ага. То есть, игра началась. Копайте на участке земли слева от меня. Ага, то есть подождите. Мотива... Какая-то странная мотивация вы не находите. Мы должны выкопать этот клад кому-то другому. То есть, даже не себе. Я понимаю, если бы я для себя выкапывал... Чего? Ладно бы я... Да для себя клад копал, я бы ещё как-то волновался по этому поводу. А так, как бы, смысла особого нету. Ага. Давайте копать всё. Сейчас будет париться вообще на этот счёт. А, всё. Один раз это уже сработало. Помните, когда мы того... Ну, того. Прям вообще того-того. Ой, что мы делали? Где нужно было на символы правильно наступать? Моя стратегия, она работает всегда. Абсолютно. Так, давай посмотрим, что ты откопал. Мне и самому интересно. Ммм, тебе и вправду достался этот мешок. А что там внутри? Эти украшения какие-то... Ага. Уродливые. Их изготовили похитители сокровищ. И выглядят они не лучше своих создателей. Но, по крайней мере, материал настоящий. Можно заработать на продаже драгоценных камней. Просто передай это Тану, хорошо? Ладно. Отправляемся в путь. Если у тебя выдастся свободная минутка, приходи покопать сокровища, ладно? Тору. Пойдем прямо сейчас? Да-да-да. Эээ... Да, сейчас. А что? Куда тянуть-то? Ой, как удобненько-то... Подождите. Ты смотришь, да? Как удобненько-то получилось. Вот за телепорт отдельное спасибо. Ну, просто я помню, как я вот сюда добирался. Какими путями вообще я сюда шел. Эй, этот самоцвет размером с яйцо, но... Какой-то он... Слишком легкий. Он по-прежнему не разобрался, да? Что... Это яйцо... Ну, да ладно. Алик, спасибо за фоллоу. Если поднести его к свету, то внутри можно увидеть тень. Какая прелесть. Он все еще рассматривает яйцо. Эй, герой Гухуа. Чего? А, то есть да, да-да-да, это я. Тану Чоу, последователь школы Гухуа из 320-го поколения. А вы, конечно, пришли сюда, услышав о моих великих делах. А, это вы... Как дела? Нашли старину Чоу? Хм... Ну, нашли. Ну, ГГш периодически говорит. У сайт-квастов-то вообще никто не говорит, и это уже как бы норма, наверное. Какой большой мешок? Давайте посмотрим, что же там внутри. Семеро архонтов. Как много украшений. И все они... Уродливые. А, ну то есть, подожди. Яйцо... Нормально. Яйцо вполне себе драгоценный камень, да? Угу. Угу. Яйцо, драгоценный камень, а украшения с настоящими... А-а-а... Камнями. Аликс, ну, такое ощущение, что ты не играл в японские игры. Ну, это, конечно, китайская игра, но по прообразу японских игр. Там ГГ говорит абсолютно точно так же. Вспомним Кодвейн, Гадытер, до тысячи... До десятки этих игр. Там абсолютно та же история, и это, ну, принято за норму, наверное. Поэтому, ну, вообще неудивительно. Старина Чоу хочет выставить меня дураком? Этот кулон из изумрудного нефрита обошелся мне в кругленькую сумму. А этот Старина Чоу, который якобы отошел от дел, продолжает работать с похитителями сокровищ. Ах... Это давняя обида. Возможно, мне придется просто прирезать его за это. А-а-а... И после этого ты называешь себя героем? Стас, привет. Разве ты сам не хотел приобрести этот кулон? Ага. Докфеликс, я и говорю, но... Пофиг, кто их делал, это типичные... Эти, как бы, представители подобного жанра игр, ну, анимешных... Ну, японско-анимешных игр. Абсолютно то же самое. Ну, чего ожидать? Мы же понимаем прекрасно, по какой стилистике делалась эта игра. Ну, и все вытекающие проблемы она, собственно, и подхватила тоже. Молчаливый ИГГ, как бы, да. Мы же сначала в этом... Подождите, а в Застирии ИГГ говорил? По-моему, да. Ну, Вельвет точно говорила. А эти... Да, 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 точно. Тейлз мы, например, не берем. Это плохой пример. Там они не замолкали. Просто там, ГГ, как бы, не давалась свобода выбора. Типа, полу-персонажа, поэтому там все хорошо. Там был определенный этот... Да-да-да, там определенный персонаж был, за которого мы играли. А в играх, где выбирался пол-персонажа, почему-то мы... Все, мы его не слышим. Твои слова не лишены смысла. К тому же, старина Чоу больше не связан с похитителями сокровищ. Он открыл магазин, где можно самому попытаться откопать сокровища. Ну, короче... Ах, лотерейку устроил. Откопать сокровища? Опять он за старое. Раньше он подобным промышлял, когда ему не хватало моры на вино. А-а-а. Давай я тебе кое-что расскажу. Его охота за сокровищами устроена вот как. Чем лучше награда, тем больше пороховых бочек вокруг. Ну и наоборот. Чем хуже приз, тем безопаснее. Ну, сапер, понятно. Рядом с пустыми лунками не будет ни одной пороховой бочки. Ну а вещи получше будут обложены взрывчаткой со всех четырех сторон. Ага. Понятно. Он необычайно скоб. Как только вы откопаете бочку со взрывчаткой, он начнет кричать, что игра окончена. Боится, что заберут все самое хорошее. Да, правила сапера. Но в этот раз он позволил нам продолжать копать даже после того, как мы откопали бочку со взрывчаткой. Правда? Что ж, видимо, в его сердце осталось немного доброты. Очень, очень, очень мало. Эх, если бы я был там, если бы я был с ним, если бы я был там с ним тогда, моя боевая доблесть не позволила бы ему поддаться на уловки похитителей сокровищ. Аааа, твоя чего, боевая доблесть? Ну, я же мастер боевых искусств, как-никак. Возможно, мне еще предстоит долгий путь перед тем, как я стану настоящим героем. Но с парой-тройкой похитителей сокровищ я справлюсь без проблем. Ага. В следующий раз я отправлюсь к нему с двумя кувшинами вина. И тогда мы хорошенько побеседуем. А потом пьяная поножовщина, все вот это... Эй, короче, ладно. Видали? Ломастер на все руки. Вот. Ладно, гемы здесь не столь важны были, как вот это дело. Ачивки. А вот я теперь вижу 550, и теперь мне хочется 600 ачивок. 550 уже как бы мало. Теперь нужно идти в сторону 600. А для этого сейчас нужно разобраться с ачивками за сайт-квесты. Так, ну это просто. Это тоже просто. Это не просто. Это тоже не просто. Угу. Феликс, а все, догоняй. В смысле, даже 500 нету. Не-не-не-не-не. Так. Я последнее же подношение не нашел для камней памяти. А что там за подношение, я не помню. Поэтому думать сегодня, как я уже говорил, в такую жару вообще не хочу. Поэтому, поэтому мы просто прыгнем в разлом, и все. Там были квесты, там было где-то много квестов. Вот. Сейчас осталось их только найти. Прыгаем. Значит, вот сюда. Сейчас по телепортам попрыгаем, поищем квестики. А я думаю, это будет очень быстро. Нет, но подождите. Раз уж мы там все дело закрыли. Раз уж пришли в разлом. За квестами. То надо бы, наверное, уже начинать пылесосить, собственно, сам разлом. Потому что потом... Блин, я еще даже до 10 уровня не докачал эту хрень. Ах, ладно. И как оно вот здесь просто лежало? Прямо под носом? Где? Ну как? Ну как это работает? Я здесь был тысячи раз... Да сколько я здесь был? Вон... Нет, это не камень. Ладно. Вон камень. Подождите. Все. Нашел. Еще один камень успешно найден. Осталось понять, как туда добраться. Две ивентовые крутки. Феликс. А кто сказал, что я его улучшил? Он у меня седьмого уровня. А улучшение это, по-моему, то ли девятый, то ли десятый уровень. То есть я еще немножечко, самую-самую малость мелковат. Мне еще камушек нужно качать. Это что это вы хотите сказать, что вы настолько прям заморочились, что я должен вот так вот... О-о-о-о. Так, погодите. Канатоходец из меня, мягко говоря, ну, такой себе. А не, ладно, хорошо. Все, все не так плохо, как могло бы быть. Давай, Еланька, давай. Вот как раз сегодня еще попутно побегаем, пособираем вот эти камни на улучшение. Потому что, да, там две ивентовые крутки. А это, возможно, возможно, С1 Еланька. Девятый, а десятый... Так, подожди. А на каком тогда ивентовые крутки даются? Не, я просто все награды забирал. Возможно, две крутки я тоже забрал, но не очень помню. Просто, как бы, ну, давно это было. Так, а где мои все квесты? Возможно, тут. А, в лагере, в лагере. Подождите, у нас в лагере... А. Ага. Серьезно. Посмотрите, оно просто лежит и ждет. Я примерно представляю, что я говорил, когда видел вот эти... Кристаллы. Во-во-во-во-во. Когда я видел эти кристаллы и... Не собирал их. Вы посмотрите-ка, там еще и фейка. Я говорил что-то наподобие. Да ладно, потом еще все равно. Разлом пылесосить. Ну вот, пришло время разлом пылесосить, видимо. Потому что гемусы нужны. Ну да-да-да, вот-вот, зная себя, я определенно говорил нечто подобное. Да, и вот это время пришло. Время включать режим пылесоса. Разлом закрывать на 100%, именно подземный разлом, глубины разлома, мне кажется, для меня будет сложновато. Учитывая сколько здесь уровней, как оно все запутано. Нет, я в себе на самом деле не очень уверен, что прям все получится. Так, как было задумано. Вот я не помню, правда, у меня... То ли в Лиуэе 14 квастов осталось, то ли в Инадзуме. Скорее всего, в Лиуэе 14, а в этом 7. В Инадзуме. Но это что-то прям вообще не точно. Вон, еще два. Угу. Внезапно. Вот, казалось бы, как это можно было пропустить? Тут просто как? Влазь. Как и зачем? Воник. Так, и где-то есть еще одна штука. Ну, привели же нас сюда явно не только за кристаллом, правда же? Ну, правда же? Опа. Какие крупные корни. А эти... Так, воспользуйтесь чувством стихии. Ага, ага, ага. Хорошо. Сейчас, подожди, я только с одной мразью разберусь. Любопытное место нашли, кстати. Почему бы и не да. Так. Давайте посмотрим хотя бы, что это такое. Хотя, чего смотреть. Пойдемте сначала слайма жмыхнем. Ну, не слайм, а вот эту штуку. А потом уже будем разбираться, думать и все вот это вот. Угу. Так. Погодите. Угу. Чувство стихии. Какая ты полезная штука. Короче. В любом случае, надо лезть на корни. С земли мы ответов на свои вопросы не найдем. Я думаю, чем выше мы залезем, тем лучше. Обзора больше и все такое. Ух ты ж. Чуви, привет. Ну, тут точно ничего вкусного и любопытного нет. Полезли. Чего? А-а-а. Милаки, привет. А-а-а. Вот оно что. Ага. А что было? Ну и ладно. Давай, Синчу. Настало время сяпочки. Хоть где-то он будет полезен. О, господи. Короче, нам нужно искать что-то вот здесь, чувством стихии. Хотя, то, что я потрогал, оно чувством стихии не было отмечено. Ну, или я просто не видел. Что куда более вероятно. Ну, ладно. Допустим. Допустим, допустим, допустим. У меня, кстати, немного, немного бракованное чувство стихии, но это тоже мелочи и нюансы. Какая же мерзкая штука. Нари, да ничего, по сути. По сути, вообще ничего. Чувство стихии. Ты издеваешься? Серьезно? Нари, я ищу хоть что-то, что мне бы показало чувство стихии. Я сейчас пытаюсь вообще понять, что оно хочет. Я примерно-то догадываюсь, что ему нужно. А, погодите. Вон. Вон, вот. Все, нашел. Смотрите-ка. Нашел. Вон оно. Наверное. Да? Это же оно. Это же тут. Да, нет. Это солнце просто так. А, что? Здесь ничего нет. Ага. Угу. Угу. Чувство стихии. Работай, пожалуйста. Как нужно. Все будет хорошо. Нет, туда я точно не полезу. Наребонькну. Так, время тупить. Хотя, что-то мне подсказывает, что я вообще в какие-то дебри полез. Просто проблема в чем? Я когда вот прошлую штуку собрал, я тупо не успел даже посмотреть, как она, блин, выглядит. В итоге, я не имею ни малейшего понятия, как оно вообще выглядит-то. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Короче, пойдем вон туда. Ребят, ребят, ну... Пора уже, наверное, перманентно банить. Тут даже для глупых людей бот спамят специально. Ну, не просят о подсказках. Вообще, ну, не просят. Ну, зачем? Зачем? Тут соревнования, кто быстрее бант словит, это никого быстрее это. Так, ну, это уже понятно. Это уже четвертый раз. Подождите, где, 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 где? Ну-ка. Секундочку, секундочку, секундочку. Господи, если бы оно еще работало, нормально. Во, все, отлично. Бот же специально спамит о том, что ну-ну-ну... Дайте хоть осмотреться. Посмотреть, как эта штука выглядит. Что тут происходит. Ага. А то у нас стрим превращается прям в стрим по ромпе. Ну, тут просто самое забавное, что... Прям очень забавное, что чувство стихии вообще ничего не хочет показывать. О, все, вижу. Все, 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 все. Вот. Вот. Теперь я хотя бы понимаю, что я ищу. Вон. Готово. Ага. Вот. Теперь у меня просто... Вон еще один. Теперь у меня есть представление хотя бы, что искать-то нужно. Бонник. А, ну и все. Так. Электро. Гео. Электро и гео. На ощупь. На ощупь. Такое себе. Я пытался. Одну я на ощупь нашел, но вышло как-то не очень. И кто там? Электро, гео. Ну и ладно. Милки, спасибо за кота жену. Райден. Я, конечно, все понимаю. А все ради чего? А, ладно. Всего лишь засохшая семечка. Ничего. Тару Пайман расскажет тебе. Ага. Так, подождите. Все это ради семечка. Угу. Угу. Ну ладно, ачивке я больше рад, конечно, чем все это дело. Найдите высушенное семя, но не ешьте его сразу. Это не ко мне. Это Кпайман. Меня предупреждать о подобном не нужно. Так. И где? Во. Судя по всему, этот предмет давно... Этот предмет, давно засохшее семя, в котором, тем не менее, заключена невероятная жизненная сила. Словом, лучше пока его не есть. Да, помним мы, помним мы семя. Прекрасно помним. Флаг, арифу на тебя? Ты чё? Сколько времени прошло? Так, где, 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 где? Так, здесь у нас был Синтю. Здесь у нас была, само собой, кто? Еланька. Еланька. Так. Я шкачал Синтю с Еланью под Йому. Вот. Но получилось, какая забавная штука. В итоге... В итоге... Я Еланьку даже... Ну, Йому точнее, я даже сейчас почти не использую. У меня Синтю и... Елань сами, как бы, совсем прекрасно справляются и... А! Абсолютно без моей помощи. Так. Секунду. Да, не, ну, бред какой-то. Не стали бы они туда, наверх, прям... Или... Стали бы. Лучше убедиться и удостовериться. Но мне кажется, не стали бы они сюда камень ссовать. Ага. И правда, не стали. Ладно. Найдем. Еще после этой бездны я хочу чуть-чуть новую бездну. Мне, как оказалось, мало одной бездны. Так. И самое время нам сделать небольшой перерыв. Буквально пять минут и... Продолжим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова